Приветствую вас. Вы знаете, какая получается штука? В общем, я с вами склонен скорее согласиться, да, согласиться с тем, что это действительно звучит несколько двусмысленно, потому что, ну, странно, да, что она так же проспрашивает, вот. Но ведь вы сами, наверное, понимаете, что из двух смыслов, да, как следует из этого слова, из двух смыслов, мы выбираем всегда смысл какой-то один. То есть мы не можем выбирать сразу два смысла, мы выбираем либо один, либо другой смысл. И вот тонкость, тонкость вся, она в том, да, тонкость, что вы выбрали именно напрягающий смысл для себя, именно негативный смысл для себя. И вопрос у меня к вам, по какой причине так, знаете, какая штука, то есть, когда у вас появилась возможность интерпретировать, да, когда у вас появилась возможность интерпретировать то, что, вот, собственно, произошло, да, когда у вас появилась такая возможность, вы выбрали именно для себя вот эту интерпретацию, интерпретацию того, что это что-то против вас, что-то что-то негативное, ну, вот. И здесь на самом деле все сводится к тому, что а, между вами и девушкой недостаточного доверия, б, ваша любовь, как мы пишете, без границ, на подсознательном уровне, видится как идеализацию и что-то, что не совсем соответствует реальности, потому что, ну, любовь без границ, да, то, что вот вы описываете, это, значит, соответственно, напоминает, да, очень сильный страх влюбленности, возможно, либо вас она стала тяготить, либо вы чувствуете, что девочку, ну, тяготит подобное. Вот, то есть, здесь по факту такие моменты, либо, либо это то, что касается непосредственно вас, вашей неуверенности в себе, ваших каких-то страхов и того, собственно, что вас напрягает. Ну, вот. Соответственно, разбираться нужно с этим. А уже из того, что вас напрягает, вытекает то, как вы относитесь к девушке, как вы ее видите, как вы ее воспринимаете, что вы к ней чувствуете, чего вы, к примеру, к примеру, для нее хотите, чего вы, к примеру, для нее хотели бы. Вот эта вся история, она, на мой взгляд, очень важна, потому что совершенно неспроста такой вопрос, да, повторюсь, двусмысленный, двусмысленный, конечно, двусмысленный вопрос, но необычный вызвал у вас подобные ощущения. Совершенно неспроста. Вот. Дальше. Вы просите нас, чтобы мы рассказали вам, что значит подобный вопрос вашей девушке. Дело в том, что мы вашу девушку не знаем. И ответить вам, значит, ну, ответить вам, почему она, ну, к примеру, да, поступила, поступила, значит, сделала вот так, да, мы не можем. Мы не можем. Мы не можем. Потому что мы ее, как бы не знаем, вот, мы не знаем вашу девушку, мы не знаем, какая она, вот, и так далее. К сожалению. Вот. Мы не знаем, что, что она, вообще, девушка, ну, из себя, значит, представляет, да. Вот. Поэтому, тут, как бы, тут, как бы, а, момент, он, вот, в принципе, такой, такой момент, в принципе. И мне кажется, что вам нужно, ну, в первую очередь, наверное, именно, именно на данный аспект обратить внимание, да. То есть, пытаться не понять девушку, да, вот, ну, что она хотела, хотела этим сказать. А, больше, например, себя спросить, почему я воспринял это именно так. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот это вот мне кажется, ну, куда более лучшей истории для вас, куда более полезной истории для вас. И, соответственно, куда более, ну, конструктивно это будет. А то, что вы хотите понять, значит, как бы, что она имела в виду, да, ну, это, это как, ну, как вы, понимаете, практически, практически бессмысленно. Вот. Бессмысленно, потому что бесполезно пытаться понять человека, вот, бесполезно пытаться, значит, интерпретировать, как-то его, ну, поведение, вот, ну, потому что зачастую, зачастую люди, они сами не знают, да, да, значит, почему, почему они поступают именно так, вот. И нужно понять, наверное, больше себя стараться, стараться понять, понять, больше себя, а не другого человека. Вот. Ну и, конечно, почему вас это напрягло, как вы говорите, что вас это напрягло, значит, вы, по-видимому, по-видимому, боитесь чего-то. Вот. Если вы чего-то боитесь, значит, вы, по всей видимости, ну, не свободны, вот, и, соответственно, не свободны, вот, и, соответственно, не свобода, которая, вот, есть у вас, она не дает, не позволяет выстраивать отношения с людьми, в том числе и вот вам с девочкой тоже. Вот. Поэтому я, конечно, не хочу вас как-то, ну, огорчать, да, вот. Ну, проблема, скорее, скорее, у вас. Вот. Вот. А, так, в принципе. Ну, на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, вот, и оцените мой труд. Ну, вот. А, значит, обращайтесь, если будет нужна помощь, потому что есть подозрение, да, что у вас имеет место быть ревность, ревность, вот. И, соответственно, как бы, от ревности, ну, вы сами избавиться, скорее всего, не сможете от ревности. Вот, в принципе, так можно вам ответить на ваш вопрос. Я желаю вам удачи, я желаю вам всего самого доброго, надеюсь, что мой ответ внёс некоторую ясность в то, что, ну, в то, что с вами сейчас происходит. Удачи!